Спорт, людей и собак. В минувшие выходные в Иванове состоялись городские соревнования по аджилити в игровых дисциплинах – снукер и гемблерс. По правилам до старта с дистанции может ознакомиться только хозяин. Хвостатый спортсмен трассу должен пройти впервые. Сама специфика игрушек такова, что команды не строго пробегают трассу, подготовленную судьей. В этих видах аджилити есть место импровизации. Нужно преодолеть дистанцию в кратчайшее время, пройдя максимальное количество снарядов. При этом последовательность можно менять по своему усмотрению. Главное – не допускать ошибок. Здесь должна быть сообразительность, потому что если вдруг собака сбила палочку, спортсмен должен тут же изменить свой маршрут и построить его по-другому. В общем, такая штука интересная, где, как говорится, не только обученность собаки должна быть проявлена, но и смекалка спортсменов. На старте порядка 50 четвероногих участников, хотя правильнее все же говорить спортивных пар. Ведь этот спорт действительно командный. Юлия и ее подопечный бордер-колли праймтайм на соревнованиях такого уровня не новички. Главное – правильно выстроить взаимоотношения в команде, уверена девушка. Тогда и дисциплина будет. Человек управляет собакой. Это спорт такой. То есть собака слушает меня и выполняет. Если собака будет сама выполнять, что ей хочется, то никакой победы, конечно же, не будет. Я его кормлю, я его гуляю, я его дрессирую, и он понимает, он слушается меня. То есть в собачьей стае он главный, его все слушаются, молодые. Поэтому тут иерархия выстраивается таким образом. В аджилите нет ограничений ни по возрасту людей, ни по породе собак. Главное, чтобы человеку было интересно тренировать хвостатого атлета. Обязательные черты хорошего четвероногого спортсмена – активность и любознательность. В таком сочетании и хуются победы. Общие на двоих. Наталья Гутарина, Антон Осиков, РТВ Иваново.